Валерий Гаркалин – советский и российский актер, звезда 90-х, исполнитель главных ролей в фильмах «Катало», «Белые одежды», «Ширли Мерли». Артист, который начал свою карьеру в театре кукол, впоследствии сумел блестяще проявить комедийный талант на большом экране. Как и другие знаменитые актеры, Валерий Гаркалин родился в семье, не имевшей ничего общего ни с кино, ни с театром, ни с искусством вообще. Мама будущего артиста трудилась кассиром, отец – начальником гаражной мастерской. Как и следовало ожидать, родители были категорически не согласны с выбором своего сына, такого пустого ремесла, как лицедействие. Они видели Валерия серьезным человеком, с хорошей профессией, например, инженером, хотя у мальчика был явно не математический склад ума. Валерий Гаркалин поначалу был послушным сыном, в молодости он даже успел поработать слесарем на заводе. Но после армии парень взбунтовался против воли родителей, он пошел поступать в театральный вуз. И даже то, что ему отказали, посчитали, что внешность, не подходящая для кино, не отбила у него охоты связать дальнейшую жизнь именно с кино и театром. Валерий Борисович Гаркалин стал студентом Гнесинского училища и даже попал в экспериментальную группу факультета эстрадного искусства, где педагогами были Леонид Хаид и Сергей Образцов. В 1978 году Валерий Гаркалин окончил Гнесинку и сразу же вытянул счастливый билет. Актерская биография Гаркалина началась под чутким руководством учителя Леонида Хаид. Педагог сформировал из своих же учеников группу театра «Люди и куклы». Коллектив, приписанный к филармонии Кемерово, 6 лет гастролировала по стране и сумел стать и вовсе популярным. Валерий Гаркалин, творческая биография которого стартовала в театре Хаида, теперь имел все шансы покорить столицу. Молодой артист вернулся в Москву без труда, поступил в столичный театр второго педагога Погнесинка Сергея Образцова и вскоре даже стал студентом ГИТИСа. И теперь уже никто не посмел делать замечания по поводу его внешности. Примечательно, что на вопрос о национальности Валерий Гаркалин ответил только позже, после выхода кинохита «Ширли Мерли». Актер заявил, что он не еврей и не цыган, как считают многие, а белорус. Но чувствует себя вне национальности, так как все люди – дети данной планеты. В 1988 году Валерий Гаркалин закончил ГИТИС и был принят в театр сатиры. И пусть поначалу режиссер театра Валентин Плучок не смог определить, за какому жанру лучше привлечь актера с такой нестандартной внешностью, после нескольких блестяще сыгранных ролей Валерий Гаркалин стал ведущим артистом театра, причем и вовсе родноплановым. Он имел успех как в авангардных постановках, так и комедиях, так и в классическом амплуа. Итак, Валерий Гаркалин, чья биография сделала новый блестящий виток в театре Плучека, доказал родителям правильность выбора и стал известен столице. В эти же годы он был задействован в постановках театра студии «Человек». Валерий Борисович сыграл множество блестящих ролей в кино, но при этом он сам считал кино чем-то второстепенным, а театр и вовсе главный. Со временем актер стал все меньше играть на сцене, состояние здоровья не позволяет. Чаще всего он появляется в антипрезах. Кроме того, Валерий Гаркалин преподает в ГИТИСе на факультете эстрады. Как оказалось, артист прирожденный педагог. Он является профессором Российского университета театрального искусства. Время от времени радует поклонников, выходя на театральные подмостки. В тандеме с Татьяной Васильевой представил на суд зрителей спектакль «Бумеранг», в котором сыграл человека, достигшего в жизни всего, но страдающего от одиночества. Чтобы исправить данную ситуацию, он купил себе семью, жену и дочку, которые изображали уют и семейную идиллию. Супругу сыграла Васильева. Театралы почитают Валерия Гаркалина за его гениально сыгранного Гамлета. Называют еще несколько спектаклей, в которых мастерство артиста раскрылось особенно ярко, проявив новые грани таланта. Это постановки «Ревизор», «Трехгрошовая опера», «Укращение строптивой», «Козленок в молоке» и «Шизофрения», как и было сказано. Каждая из работ в названных постановках повод для гордости Валерия Борисовича. Валерий Гаркалин начал сниматься в кино с 1989 года. Блестящим кинодебютом актера стал криминальный фильм Сергея Бодрова-старшего под названием «Катало». Примечательно, что первая работа в кинематографе оказалась успешной. Артисту достался главный образ. Он сыграл героя Алексея Грекова по прозвищу Грек, который ради спасения любимой женщины решается на преступление. В киноленте также появились Елена Сафонова и Виктор Павлов. А вскоре в 1991 году поклонники таланта Гаркалина, внешне удивительно похожего на Джереми Айронса, получили еще два подарка. На экраны вышли фильмы «Царь Иванович Грозный» и «Оберег». Дальше последовала блестящая работа в картине «Белые одежды». Герой Гаркалина – ученый биолог Дежкин, который вступил в неравное противоборство с режимом Иосифа Сталина. Эта работа признана лучшей ролью Валерия Борисовича. И все же по-настоящему известным Валерий Гаркалин стал после выхода комедийной кинокартины «Ширли Мерли» Владимира Меньшова. Гаркалин сыграл в фильме сразу нескольких персонажей. В первое время режиссер сомневался в выборе главного героя, но Валерию удалось убедить постановщика и блестяще справиться с работой, которая позднее была признана кинокритиками Всероссийского кинофестиваля «Кинош». В фильме был подобран звездный актерский состав, куда вошли Вера Алентова, Инна Чурикова, Армен Джигахарнян, Игорь Угольников, Сергей Баталов, Ролан Быков, Леонид Куравлев и многие другие. Добавили известности и его образы в телесериале «Досье детектива Дубровского». Комедии «Ландыш серебристый» и в фильме сказки Эльдара Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви». В последнем проекте Эльдара Александровича актер появился в роли принца Кристиана, ставшего королем Дании. Был период, когда Валерий Гаркалин и вовсе не снимался в кино. Как и объяснял сам, ничего интересного и вовсе не предлагали. Со временем актер снова начал появляться на экранах. Фильмография Валерия Гаркалина сегодня это 90 разноплановых ролей в полнометражных художественных фильмах и сериалах. В последние десятилетия зрители увидели его на экране в сериалах «Земский доктор. Жизнь заново», «Олимпийская деревня» и «Сватии». В комедийной новогодней мелодраме Ирины Гедрович «День до до» он сыграл Чучельника. В семейной комедии детки на прокат перевоплотился в дедушку юной героинь. В 2008 году Валерий Гаркалин получил звание «Народный артист Российской Федерации». Несмотря на бурный темперамент, личная жизнь Валерия Гаркалина – пример чистоты и верности. С будущей женой он познакомился еще в стенах Гнесинки. Екатерина была старше Валерии на пару лет и работала педагогом. Между молодыми людьми вспыхнуло чувство, и они начали встречаться. Вскоре сыграли свадьбу в ресторанчике ВТО, пригласив сокурсников Гаркалина и молодежь из театра. Позже Екатерина Гаркалина заведовала экскурсионно-массовым сектором театра «Кукол» имени Образцова. В этой должности она проработала 30 лет. Супруги Гаркалины рука об руку прошли через много трудностей. Первое время у них не было детей. Был период, когда Валерий Гаркалин имел проблемы с алкоголем, и жена Екатерина намучилась, прежде чем удалось побороть это пристрастие мужа. Судьба наградила Гаркалины за все страдания и подарила им дочь, Нику, в будущем театрального продюсера и искусствоведа «Гвидитесь». А в 2012 году у Валерия Борисовича появился внук Тимофей, дядь Гаркалина Павел Акинки, тоже актер. Валерий Гаркалин и его жена была настолько неразлучна, что всегда ездили на гастроли и съемки вместе. Рассказывают, что артиста не останавливало даже то обстоятельство, что поездка супруги могла стоить половину или даже весь его гонорар. На совместных фото Гаркалины всегда выглядели счастливой и гармоничной парой. К сожалению, в 2009 году Екатерина Гаркалин скончалась, ее здоровье подкосила тяжелая болезнь мужа. В 2008 году на гастролях в Лайпиде у актера на сцене случился тяжелейший инфаркт, во время которого у него остановилось сердце и была зафиксирована клиническая смерть. А спустя несколько месяцев случился второй инфаркт, после которого его едва удалось вернуть в жизнь. Все это Екатерина переживала крайне тяжело, у нее диагностировали рак, она прожила 57 лет. С уходом второй половинки Валерий Гаркалин долго не мог смириться. Время от времени, как сообщали СМИ-артист, ставший вдовцом, пускался во все тяжкие. Так весной 2015 года всплыла информация, что артиста избили в центре Москвы. Драка завязалась между нетрезвым Гаркалином и его соседом. Очевидцы вызвали полицию неотложку. Но от госпитализации актер категорически отказался. В ходе драки у него был выбит зуб и сломан нос. Летом 2016 года снова заговорили о том, что Валерий Гаркалин попал в очередную переделку. Актера доставили в отделение скорой помощи с серьезными травмами. Поговаривали, он был и вовсе нетрезв. Сам Валерий Гаркалин чуть позже объяснил в интервью, что все происходило не так, как описали журналисты. Якобы он оступился и упал у себя в доме. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и травму живота. Что же касается личной жизни Валерия Гаркалина сегодня, то в его сердце по-прежнему главное место занимает ушедшая супруга. После того, как актер похоронил жену, он больше не собирался жениться. Однако после съемок в комедийном сериале «Между нами девочками» появились слухи о романе Валерия Гаркалина с исполнительницей главной роли Галины Петровой. Поговаривали даже, что Гаркалин женился на Петровой. Поклонник актрисы до последнего момента не верили в романтические отношения между артистами, ведь женщина не заявляла о разводе со своим супругом, с которым воспитала двоих детей. В программе «Семейный альбом», которая вышла в 2017 году, актеры раскрыли тайну своей личной жизни. Еще на съемках сериала они почувствовались родными людьми и в кадре, и в жизни. Но поклонники по-прежнему уверены, что данный союз носит скорее платонический и творческий характер.